... огромной силы воли и работы над собой, потому что... Мне кажется, будут изменения в команде. Сила, конечно, ребятам понадобится. Очень тяжело, когда ты фаворит, проигрывать. Это всегда очень сложно. А мы снова смотрим интро и непожественно. Рейды. Идут вперед, уверены, улыбчивые. Европейские кланы, европейские команды всегда играют по фану. Извини, перебью. Знаешь, почему они улыбчивые? Да. Они ни разу не встречались с СНГ-командой. Пока что. Пока что они ни разу не встречались с СНГ-коллективами. Первое, что меня спросил Артик, когда мы провели жеребьевку, он спросил, Аня, почему вы не подогрели шарики? Как так случилось? Почему посеяны две команды из СНГ в верхнюю группу, в первую группу, в группу А? Потому что совершенно случайно проходила жеребьевка. Каждый мог сыграть с каждым. И только лишь Рейд и Эйс Вентура были посеяны как чемпионы европейского СНГ-региона. И, конечно, совершенно случайно прошла жеребьевка. И, на мой взгляд, конечно, у Рейда гораздо послабее группа. Впрочем, посмотрим. Мои фангования — это всего лишь предположения. Ultimate Feast. Сейчас мы увидели их интро и видим их на наших экранах. Тоже уверены в себе, тоже на позитиве. Хотя шансов у них на выход в гранд-финал не очень-то и много. Удачи вам, ребята. Удачи ребятам. Покажите красивые бои, чтобы было поменьше стоялого. Уже можно, наверное, меньше ошибаться. Могут еще? Еще претендуют ли ребята? Если победят сейчас 2-0 рейдов, то да. Хорошо. 2-1 уже шансов маловато. 2-1 уже плоховато, да. Насчет шариков. Ты так намекнула на Артика. Я проанализировал данную ситуацию и понял, что в случае, если бы СНГ-команды развели по разным группам, то мы бы могли вообще не увидеть СНГ-битвы. Это правда. Если бы одна из команд не прошла в гранд-финал. Поэтому, поэтому... Я согласна с тобой. Но на самом деле, благодаря тому нашему с тобой разговору, я очень немного слежу за жеребьевкой в футболе. Оказывается, упрекают в жеребьевке футбольной, чтобы подогревают там местами шарики, чтобы фавориты там в разные группы попадали. Вот у нас было не так, у нас было все совершенно случайно, и вот так все вышло. Паша, на кого ставишь в этом матче? На Европу. На Рейд, конечно, хорошо. Пожелаю удачи ребятам. Рано или поздно нам придется выгнать себя из этого теплого кресла. Желаю удачи ребятам. Надеюсь на их победу. Давай посылку в гранд-финал тоже от разработчиков. Гранд-финал? Кто-то же будет в гранд-финале, одну команду мы уже знаем. Уже и Свинтура. Ладно, скажи, что ты болеешь за красивую игру, а то мы уж слишком сильно болеем за Свиндерс. Я болею за красивую игру. За Европу, красивую игру. А, ну тогда все понятно. Ладно. Короче, к сожалению или к счастью, разработчики тоже болеют. Есть свои фавориты, есть, конечно, свои любимчики. Чего уж тут скрывать. Пройдемся по игрокам. Бластер, Джанго, Дризел, Финблу, GP, Месси, Сик. Команда Рейд. Очень уверенно они сыграли против Тим Вомбатс. И теперь у них в противниках Ультимейт Фист. Игроки. Бис Алтимет, Джаки Марк, СХ, Харшполу, Альфа Омега, Викром и Стрегон. Удачи, опять же, командам. Ультимейт Фист нужно побеждать. Рейдам желательно тоже, конечно же. Карта Форд нас ждет. И это пик Фистов. Форд был уже сегодня на нашем стриме два раза. И посмотрим еще разочек. В принципе, два раза мы видели Форты и плюс-минус одинаково там все было. Очень уверенные победы на этой карте. Не было какого-то там жесткого противостояния. Я согласна. Главное, никто не играет точку С. На нее заезжают, но сразу же выезжают. Драк там нет. Это главное. Я желаю всем тем, кто смотрит сейчас Близз Тестеркап, пожалуйста. Хоть вам очень хочется. Может быть, вы на Маусе. Может быть, вы на Яге. Но не надо туда ехать. Вы оттуда фиг уедете. Будете стоять, стрелять друг в друга. Аня умчит играть. Советы от Ани. 4 тысячи рейтинга творят. Я скажу не так. Это не мои советы. Это то, что мне обычно говорят. Я говорю, ну может я на С. Но я же на Тяжи. Давай я на С поеду. Не едь на С. Говорят мне. Никто туда не ездит. Там не решаются катки. Не решаются. Катки решаются в других местах. Киберспортсмены это показывают. Ничего нового, супернового они не придумывают. Все мы знаем эти карты. С плохое место. Как ты думаешь, сыграет ли С сейчас команда? Туда любят киберспортивные команды загонять один или два танка и сразу же уезжать. Да. Но это же не сыграть. Понимаешь, сыграть С это мясо на С. Как в рандоме. Я понимаю. Вы стоите, вы стреляете. Я понимаю. Вы что-то там делаете. Пьете чаек. Кушаете бутербродики. Там что-то стоите, ждете. Киберспортсмены приехали, разнюхали. Может быть захватили. Потому что здесь всегда превосходство. Здесь нужно какие-то все-таки очки превосходства получать. Если они не получены, то это проблема периодически определенная. Но всегда это быстрая игра. Это будет у нас предпоследний матч на сегодняшний день. Дальше только гранд-финал. Надо. И розыгрыш. Ну, конечно, дорогие друзья, раз уж есть время, еще разочек про розыгрыш. На протяжении всего стрима вы пишите комментарии на Ютубе. Это правильно. Мы сегодня там разыгрываем пять подарков от Сандиско. Три, десять раз по месяцу премиум. То есть десять месяцев премиум аккаунта. И три Скорпиона. Пишите свои никнеймы обязательно, потому что никнейм позволяет нам вручить вам награду. До самого конца стрима будет в чате розыгрыш. Обязательно пишите свои самые теплые пожелания, пожалуйста. Также делайте репосты в группе ВКонтакте. Конкурс репостов мы подведем после гранд-финала, когда все уже успокоятся, когда я уже смогу нормально дышать. И мы разыграем 20 подарков по-быстрому через Random.org. Как обычно, вы все знаете. Не новый, не первый раз делаем розыгрыш. И обязательно смотрите до конца наш стрим. Смотрите его на портале. Авторизуйтесь на портале, чтобы получать монеты чемпионата. За них можно открывать крутые бонус-контейнеры. Много подарков. Главный подарок сегодня это 50 тысяч долларов. И главное, титул чемпиона 2018 года. Близзлистерка Powered by Sandisk. Одна команда СНГ уже представит наш сервер в гранд-финале. Это будет Эсентура. Поздравляем, ребят. Готовится. Готовится команда. Готовится команда Fist. Карти Форд. Карти Форд. Не было сегодня еще ни одной переигровки. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог. Не буду накалять. Но это очень хорошо. Ну, нельзя этого говорить. Это когда, типа, черт. Это второй раз на этом турнире, когда Ultimate Fist берет эту карту в себе. И в прошлый раз была очень неуверенная игра. Team Vombats в том противостоянии... Ну, пикали так-то они в любом случае заранее. Они же не знали, что они первый раз неуверенно ее сыграют. Но будут ли они отыгрывать так же? Или они заготовили что-то другое? Интересно. Посмотрим, посмотрим. В любом случае, Raid чувствует себя, по-моему, достаточно уверенно. Паша, неужели будет 2-0? Я думаю, 2-0. Рейды. Ну, ты же на Raid стал. Уверена. Посмотрим. Посмотрим. Fist там нечего терять. Нечего. Поэтому, я думаю, они будут играть агрессивно, и мы увидим хорошую игру. Спасибо. Спасибо тебе за общение. Было очень приятно. Ну, давай-давай. Давай. Давай. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Девушки отдыхают Неизменный Снова Форд Вот эта точка, которую я не уважаю Сам Форд, кстати, довольно красивый Вот выбор разных команд, плюс-минус одинаковых карт, он не случайен Все-таки команды готовы к определенному пулу карт Не было у нас сегодня Зимней Малиновки, не было Химмельсдорфа Канала не было Химмельсдорф, кстати, удивительно То есть, вот, команды готовы к определенному пулу карт, и это что-то значит Безусловно Итак, поехали! Для Фистов и для Рейдов Это последний матч перед гранд-финалом Let's go! Три ИСа четвертых ИС-7, Маус, Объект 140 и Т110Е3 от команды Синих Это команда Фист ИС-4, две штучки Объект 268, два Е3 и два 113 от команды Красных Это команда Рейд И мы видим, что уже Фисты действуют не так И не с того респауна, как действовали в прошлом бою или нет Хотя, не важно, все это не важно Объект 140 засветил 113-го На точку С в итоге приезжает команда Рейд Захватывает ее одним танком Плюс приезжает еще один и будут еле ехать дальше Стриган здесь не попадает под Ризелу И получает сам фугас По превосходству команда Рейд захватывает полное преимущество Точка С захватывается и отъезжается назад Драки не будет Зато ребята из команды Фист могут просто сюда приехать И перезахватить эту точку С Или, возможно, взять точку Б Которая сейчас никем не простреливается у команды Рейд Вот уже Альфа Омега это понимает И направил своего Мауса на точку Б Это неплохая будет закаточка Но этого мало Этого мало, нужно еще и перезахватить точку С На точке С уже ребята из Рейдов готовы драться Мы видим, как там 4 тяжелых танка и 1 ПТшка Здесь готовы принимать Уезжает Финблу на своем месте четвертом Но он не уезжает полностью Он меняет позицию И будет, если что, готов принимать тех, кто будет с точки С Вкатывать точку Б Отдали Рейды Но это не важно Они уже лидируют слишком много по превосходству Нужно 3 фрага делать команде Синих И пока что, пока что непонятно где именно Или въехать своим танковым кулаком на точку С Возможно, это правильный вариант Но Финблу дает выстрел Мне показалось, что блайндом Но может быть и нет Не важно Главное то, что по ХП они лидируют Команда Красных Не получил никто, кроме Бластера, фугасик Здесь Джаки Марк На своем Е3 выкатывается Но никого не видит Эти две ПТшки, они не в засвете Бластер здесь на 113 Один-одинешеник светится И это нужно для команды Рейд Для того, чтобы у них светился только один их танк Остальные без засвета Они опять как на предыдущей драке против команды другой китайской Тим Вомбатс Они опять замерли И опять стоят, как будто бы вылетели Это... 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 это что вообще... как... что... Это... какие же нужно иметь стальные нервы Чтобы никуда вообще не дергаться И они отстреливают Джаки Марка До свидания, Джаки Марк Е3 просто до свидания, Джаки Марк Ошибочка 2500 сразу же за Рейдами Как же они круто и уверенно действуют Рейды, мое уважение Я так не умею Я всегда хочу куда-то поехать Где-то отлететь, как Е3 Они просто стоят и ждут ошибок И заставляют ошибаться Ай-яй-яй-яй Фистам нужно прямо сейчас делать рывок надежды И они его будут делать через точку С А здесь Дризел притаился Все, это охотники И это охотники, которые притаились Джипи на Е3 также готов Вот она, поехала в катка на точку С Неплохо А будет ли контратака от рейдов? Или будет ли хотя бы сбитие этой точки С? Дризел? Нет, Дризел, он засветен Он не двигается, он просто стоит Продолжает стоять, выкатывается Получается тригон от 113 От бластера, неплохо И получается дальше от Дризела Боже, как же они круто делают 4000 хп преимущество за рейдами Фисты Нужно уничтожать Но они фуловые рейды Что происходит? Алло! До свидания! Тим Вомпац уже почувствовали на себе эту мощь Афисты чувствуют сейчас Харшплу выкатился Получил, выдал, неплохо Но по хп 5000 И что с этим сделать? Да, в окружении Сейчас будут в окружении ребята из команды рейд Неплохо Контратака, но 6000 Это слишком огромное преимущество За командой красных Финблу поехал уничтожать Харшполу Его не стреляет с тригон И Финблу отправляет в ангар Второй фраг И это уже 7000 хп Это нереальное доминирование Это просто какая-то жесть Да, 2-1 Но по хп вы сами видите 6000 Это жесть Это класс Это молодцы Это Месси на Е3 С Ultimate 683 До свидания Очень уверенно Очень круто Паша был прав На счет 2-0 Посмотрим 1-0 Достаточно уверенно Конечно, играет команда рейд Все-таки они Серьезнее подошли к подготовке С моей точки зрения Они лучше гораздо готовы к формату Они понимают, что нельзя ошибаться Они контролируют карту Они ждут ошибок И азиатские команды ошибаются И европейская команда Команда рейд Наша уважаемая команда из Германии Я не побоюсь этого слова Они это чувствуют Они знают Они это видят И они этим пользуются Какое же нужно иметь самообладание Чтобы вообще никак не двигаться Вот прям вообще Это дисциплина Это тренировки Это уверенность в своих силах Точку С захватили Разъехались на позиции И стали ждать ошибок А ошибки будут Потому что команде синих В этой ситуации Нужно было где-то агрессировать Джаки Марк Как там отлетел на фулл хп Я не совсем понял Для чего он так долго стоял на этой позиции С неприкрытым НЛД И туда его именно расстреляли И дальше уже было дело техники Да, точку С можно было отдавать Но здесь это уже похоронная позиция Для команды Фист в данной ситуации У них слишком мало танков У них слишком мало хп И атаковать здесь приемку от рейдов Было самоубийством Отлично сыграно рейд Очень уверенно Не так напряженно, как у Эйс Вентуры Но если это будет рейды и Эйс Вентура в гранд-финале А это очень-очень большие шансы на это То это будет битва двух стилей, я бы сказал Я с тобой согласна Это совершенно разные подходы к игре Совершенно разные подходы к боям Это агрессивная Эйс Вентура И это рейд, который готовый к ошибкам Которые, похоже, что ошибки не прощают Но с другой стороны, когда Е3 выезжают На светить из куста То это даже не ошибка Это какой-то рандом Это было ужасно Зато Е3 у команды рейд 3500 урона Месси Хоть ты не знаешь, кто такой Лионель Месси Ну, говорят, он невысокого роста Это вот то, что я услышала Я просто подсчитываю контакт Я понял У нас просто такие ненапряженные совершенно матчи Сказала Аня Кастилья Снова Кастилья Снова та карта, которая уже была у нас в турнире сегодня И это пик рейдов То есть фисты в максимально невыгодном положении Карта сложная Карта непростая И чувствуется, что рейды гораздо лучше карты понимают Гораздо лучше карты контролируют Гораздо лучше понимают просветы И вообще гораздо лучше ориентируются И прогнозы неутешительные Охотники Охотники вышли на охоту И будут также сейчас опять замирать в своих позициях И заставлять ошибаться Смотрим Команда синих Три ИСа четвертых ИС-7 Объект 140 СТБ-1 И Е-3 Это команда Фист Которая уже проигрывает по ХП За счет более тяжелого сетапа О, команды красных Команда рейд Батчат Два ИСа четвертых Один Объект 268 И три Сто тринадцатых И они все в семером поехали Через точку С Батчатик Будет прокатываться в карманчик Мы видим в центре Очень агрессивную прокатку Уже видели такую От Айс Вентуровцев И Викром уже получил первую тычку От Батчата Который ушел в КД Который занял агрессивную позицию Которого принимают Рейды Рейды не охотники Рейды поехали Уничтожители Они Викром Они отпустят отсюда Что это такое Они могут Они как будто бы услышали меня До свидания Не хотим мы стоять Мы будем ехать Уничтожать Викром привет Викром пока Сори Но это Заберите же его Да Никто не Никто Викром живет Батчат приехал Батчат приехал Батчат приехал Не стреляет СП3 тысячи Рейды Ой-ой-ой-ой-ой Что ж вы делаете Но они могли Рисковать Они уже выигрывали 1-0 Но дальше не сдаются Фисты Питаются забрать точку Б Но это ошибочка От СТБ1 И ему откусили пол лица И Альфа и Омега уже Никуда не отпустят Я не знаю Это мои фавориты На гранд финал Я Нет Эйс Вентура Готовьтесь Салтимет Просто сейчас Фисты Я прям чувствую Насколько они потеряны И насколько они не понимают Что происходит Только что было стояло В трех играх подряд От рейдов А тут неожиданная Агрессивная вкатка Очень крутая Еще и поиздевались Не добивали Что 6 тысяч хп преимущества За командой красных Рейд Месси И в итоге В итоге Дальше они стоят Дальше они не активизируются Дальше они не пытаются рисковать Они остановились И пытаются расстрелять Использовать свое преимущество По хп и по фрагам Для того чтобы закончить Эту катку в свою пользу Это тоже опять включились Охотники Да Джаки Марк Здесь на и третьем Имеет неплохую позицию На другом фланге И со четвертого Уже ставили Шотным И Дризел вместе с GP Здесь просто вкатят И уничтожат и третьего Или нет Или нет Они не вкатывают Хотя может Батчат спокойно Заехать в корму Этому Джаки Марку Но тогда СХ будет пробивать Батчата Да Это уже моя ошибочка 1-0 7000 хп преимущество Но они не рашат Понимаете Насколько они методичны Насколько они дисциплинированы Молодцы Рейд Хвалю вас Это уже нельзя отпустить Это 7000 хп Но фисты Фисты к сожалению Здесь уже ничего не смогут противопоставить Хотя Точку С еще уезжают Батчат на свой респаун Серьезно Они не вкатывают этого И третьего Хорошо Хорошо Максимальная концентрация Они не хотят потерять Возможно Ни одного танка И сыграть В максимально Аккуратную игру В итоге Дризел Все-таки поехал Дал тычку на 350 По Е3 Неплохо сыграно А там Объект 268 Без засвета На адреналине Пытается стрелять По команде Соперникова Здесь СТБшка До свидания Практически утонул Рейды Без шансов Просто без шансов 2-0 Объект 268 Без засвета Продолжает накидывать По ХД своего орудия Надризела Пошла в катка Но Объект 140 Здесь имеет Слишком мало ХП И ничего Он здесь не сможет Финблу на прикрытии Также еще Объект 268 Прикрывает Уже шотный Остается СХ И Е3 В планочку Нет Не заходит Выстрел Но это не важно 3-0 8 тысяч КБ Преимущество Рейды Насколько же вы крутые Или насколько же Азиатские команды Не дотягивают Узнаем в гранд финале Это 2-0 2-0 Для рейдов Очень уверенно Молодцы ребята Хвалю вас Но дальше СНГ Вам такого не даст Я надеюсь И Аня тоже Конечно Они даже не рады Они даже не рады Ну ладно Ладно Уверенно Уверенно играют Команда Знали они В принципе К чему готовятся Видели наверняка Игру Первую В которой Склестнулись 2 азиатские команды Они в принципе Показали Что ошибаться Склонны Что реализовывать Они какие-то Фишки Не то что не умеют Может не получается Может еще Какие-то причины Но рейд Действительно Уверенно Выходит Из 2-й группы Ну Скажем Прямо Ожидали мы Этого Европейская Команда Заслужила Посев Во 2-ю группу Тем Что Европа В прошлом году Является Все еще Является Чемпионом Близ Твистер Капа Сегодня Либо Подтвердит Европейский Сервер Своё превосходство Либо же СНГ Его отвоюет Узнаем Мы об этом Совсем Скоро Уже Понимает Эйс Вентура Что будут Они играть Не С азиатскими Командами А с Серьезными Европейскими Бойцами С немецким Дружным кланом Рейд Которые Между прочим По моим данным Все таки С Вендеттой Даже тренировались Даже так Даже так Рассказывали Ребята Что планировалась У них тренировка Во всяком случае После Жеребьевки Не знаю Состоялась она Или нет Честно Не скажу Но Команда Рейд Подходит к тренировкам Гораздо Серьезнее Они стараются Знать Врага в лицо С удовольствием Играют С СНГшными Игроками Если получается Договориться Конечно Не всегда Это получается Провожаем Команду Фист Провожаем Команду Из Китая Сейчас Увидим Сетку Поймем Кто занял Пятое Шестое Место Кто Третье Четвертое Все таки Это призы Это призовые Пятое Шестое Место Получает Пять тысяч Долларов А Четвертое Десять Третье Четвертое Третье Четвертое Получает По десятке В любом случае Это Прекрасная Возможность Была Приехать В Минск Прекрасная Возможность Посмотреть На сильнейшие Команды Прекрасная Возможность Получить Приятный Бонус Все таки Деньги Есть Деньги Тим Вомбатс И С4 Занимают Третье Четвертое Место С4 Обыграли Прама Но проиграли И Свинтуры Фисты Проиграли Всем То есть Тим Вомбатс Проиграли Рейдом И обыграли Фистов Значит Они С4 Занимают Третье Четвертое Место А этот Повтор Можно было И не анализировать Я единственное Что хотел бы Отметить В начале Прокатка GP на Батчате Прокатка GP на Батчате Он засветил Викрома Того С4 Которого В итоге Убили Первым И Дал инфу Что кроме С4 Больше никого Нет На этом фланге И рейды Это Увидели Почувствовали Этот запах Крови То есть раш был не просто рашу Это был еще и разведанный раш Продолжение следует...